И Харьков, и Одесса, и Николаю, и вообще добивать всех нацистов. С первых секунд мощнейшая гойда пошла. Вот вам наглядный пример самых настоящих нацистов, которые живут на России. Россиян решили спросить, нужны ли еще территории стране террористки, и какая польза от присоединенных регионов. Ответы послушаем дальше. Там все новое, там все хорошо, в больнице все развивается. Ну, конечно, это и новая экономика, сельскохозяйство, ну и плюс, наверное, восстановление некой исторической справедливости. Думаю, да. Потому что как бы расширяется страна, и больше людей сюда как бы приезжает. Куда вам уже расширяться? Площадь России 17 миллионов 100 тысяч километров квадратных. Вы там совсем умом поехали? Своей же старой территории нет желания сделать нормальными для проживания. Вам новые подавай. Десятки километров от Москвы, сущие от в селах. Наведите там порядок. Часть России не знает, что такое туалет. Куда вы суете свой длинный оккупантский нос? Одесская область. Я сам поехал бы воевать туда, на Одесский область. За Одессу. Но я старый. Не возьму это. Думаю, что да. Потому что... Я не знаю. Думаю, да. Но территория это полезна. Даже молодежь уже с прогнившим напрочь мозгом. Когда слушаешь, такое впечатление, что они все бредят. Неужели до захвата этих новых территорий там никто не жил? Что вы собираетесь осваивать? Отчего вы освободили живших там людей? Наш народ. Куда делись местные жители? Осваивайте Сибирь. Это, кстати, исконно китайские земли. Амур, Владивосток, Хабаровск. И Китай очень скоро предъявит свое право на них. Я бы всю Украину взял. Я бы всю Украину брал. Чтобы вирамиканцы туда свои эти войска не вводили. Там же сколько залежей угля хорошего, антрацита. Там металл. Там промышленность развита. Там люди работящие. И никто, никто не заикнулся, что это другая страна. Люди работящие жили мирно и спокойно, пока не пришли вы с русским миром. И не устроили на этих территориях бомбежку и геноцид. И вспомните советский мультфильм «Золотая антилопа». Больше, больше, больше кричал золотой антилопе, одуревший от нескончаемого золота хан. В результате его полностью засыпало этим золотом. И нет больше того хана. Хана ему. Делайте выводы. Автор популярного ютуб-канала по истории Вокс Веритатис продолжает объяснять россиянам правду и реальную историю. Следующий диалог называется «Света. Рационалистка, империалистка и просто...» Дальше додумайте сами. Вы отделяете Украину от России? Конечно. Было бы смешно обратно. А я нет. Для меня Киев русский город. Это проблема вашего имперского мышления, мадам. Для меня имперское мышление – это очень положительная фраза. Ну, так вот, о чем и речь. Мы империя, мы, да, мыслим по-имперски. Да, 140 миллионов имперцев, и как с вами бороться, невозможно. А самое главное, что вы... Зачем с вами бороться? Потому что вы создаете проблемы не только соседям, а всему миру своим империализмом. Все нормальные цивилизации переболели этой болезнью, а вы больны до сегодняшнего дня и радуетесь этому. Империализм головного мозга. Все империи рано или поздно распадаются. Но даже после этого у многих нелюдей, как эта женщина, надолго сохраняется представление, что их страна по праву величия может диктовать другим свои правила. Также сохраняется представление о том, как должен быть устроен мир. Есть цивилизованный мир, а есть русский мир. Задача которого – убивать. Я считаю, что Крым – это Россия, поэтому мы вкладываем и восстанавливаем... А почему вы считаете Крым – это Россия? В 30 лет разграбления и разрухи. Вот я думаю, кто-то, кто грабит и разрушает, те и есть оккупанты. Так это ж, собственно, вы. Эта тупенькая дамочка считает, что Крым – это Россия. А я считаю, что Россия должна исчезнуть. А я считаю, что Путин должен сидеть в гаге. А я считаю, что все пропаганды должны ответить за свою ложь. А я считаю, что все оккупанты должны пожизненно отбывать срок, а еще лучше попасть на концерт Кобзона. То, что считаем мы, оно верим так и будет. А то, что считает эта с**танка, не имеет никакого значения, потому что это бред. Но все-таки знаете, почему она считает Крым российским? Потому что Екатерина завоевала Крым. Чего? Чего-чего? Ссылаясь на слова автора, а какое отношение действительно Российской Федерации имеет к Екатерине Второй? Если есть договор между Украиной и Россией 97-го года по признанию суверенитета и территориальной целостности друг друга? Это россиянам не понять. Если Украина с нами не дружит, мы подарки отбираем. Какие подарки? Извините, давайте выясним о подарках. Типа Новороссия, типа Донбасса. В 91-м распался Советский Союз. Признали территориальную целостность друг друга. Причем здесь Донбасс и Новороссия. И о каких подарках идет речь? Просто поведение беженых на жизнь и никчемных людишек. Мы познакомили вас со Светланой. Дальше вы познакомитесь со Станиславом. История просто на миллион. Ни слова больше. Слушаем. Как вы оказались на войне? Заключил контракт с Министерством обороны. Почему решили заключить контракт? Расскажите эту историю. Поспорили с другом, возьмут меня по контракту или нет. Ну взяли. Обычно люди спорят на то, кто из них сегодня помоет посуду, кто приготовит еду, кто будет убирать в квартире. А тут человек поспорил, пойдет он убивать или нет, станет он оккупантом или нет. Все, что нужно знать о споре на России. Но тут еще важно уточнить, на что именно он поспорил. А если бы не взяли, что бы вы выиграли в споре? Бутылку коньяка. Ну уже сейчас-то думаю, что это того не стоило. Да чего уж там, зато теперь ты никому не нужный российский херой. Без бутылки коньяка и без рук. А почему не стоило? Ну, без рук остался. Инвалидом. Девиз Станислава – слабоумие и отвага. Детей из разных регионов России заставили участвовать в акции «Мнение. Стыдно быть русским». Учеников Челкосинской СОЖ в Урмарском районе отобрали для участия в очередной пропагандистской акции. Школьники с выражением на камеру читают одноименный стих зет-активиста и учителя русского языка и литературы. Что вырастет из этих особей? Страшно представить. Мне не стыдно быть русским. Для меня это честь. Вопреки проклятиям Гулким, был с Россией, буду и есть. Руки прочь от нашего флага и других державных эмблем. Развивался на крушенных стагах, говорят о победе всем. Кстати, по данным за 2021 год, 97% населения Урмарского района – чуваши. Так кому там не стыдно быть русским? Содержание стиха вызывает массу вопросов. Какой флаг, по мнению автора, развивался над рейсстагом? Почему вообще потребовалось кому-то доказывать, что национальность – это не стыдно? Узетнутых свои причуды. Никогда не будите медведя, не боится он ничего. Зверь оскалом своим ответит. Не удержите вы его. Не дай вам Бог увидеть в гневе хозяина русских лесов. Не помогут тебе оберегать. Не спасешься от страшных куклов. Ну, нам очень страшно. Мы боимся ого-го как. Я сейчас умру от страха. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Одиночным касаясь ударом. Он сбивает противника с песни. И на теле кровавые раны. Всем напомнит хозяин, кто здесь. Неужели нельзя обойтись без кровавых ран? Очевидно, нет. Детям внушают, что насилие – это хорошо. И это круто. Дети – просто идеальная аудитория для пропаганды России. Встречи детей с военными, их письма российским солдатам, малыши в военной форме на митингах и демонстрациях – это та реальность, в которой сегодня социализируется и формирует свое восприятие действительности российские дети. На самом деле, вот это очень страшно. Это была программа Breaking Russia. С вас лайк и подписка, а с нас больше подобного интересного контента. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok